Всем привет, ребята! Я рада вас видеть на своем ASMR-канале. Меня зовут Лиса, и сегодня у нас не обычное ASMR-видео, а Q&A по вашим многочисленным запросам. Сегодня я отвечу на все ваши вопросы, ребята, которые вы писали к предыдущему видео. Еда у меня сегодня очень-очень простая. Это баскет с картошкой фри и соусы кетчуп, кисло-сладкий, горчичный, сырный. Просто ваших вопросов очень много, и чтобы не отвлекаться на какую-то сложную еду. Тархун. Спасибо вам всем за вопросы, ребята. Их в этот раз получилось очень-очень много. Было много повторяющихся. Я все структурировала, распечатала. И сейчас по порядку мы с вами приступим. Сейчас покатим пару картошек. Очень голодные. Можете выспаться, да? Сырный ван лав. Итак, как всегда, было очень много вопросов о том, как меня зовут, как зовут моего мужа, сколько мне лет. Ну, вы же знаете, что я не скажу. Поэтому, ребята, я, ну, прошу отнестись к этому с пониманием. Мне хотелось бы оставаться на своем канале просто лисой. Муж у меня просто муж лисы. И лет мне, ну, так скажем, там, за 25. Чуть-чуть за 25. Да, кстати, ребята, если я буду неправильно называть ваши ники, не обижайтесь, пожалуйста. Я очень стараюсь. Итак, какой у тебя рост и вес? Этот вопрос задала Адема Хилбаева. Также Эс Салиха, Ника и Анастасия Присяжина. Я довольно высокая девочка. У меня рост метр восемьдесят два сантиметра. Мужа моего, кстати, метр восемьдесят пять. Так что мы с ним практически одного роста. Чуть-чуть еще. Вес у меня в пределах нормы. Ну, серьезно. Мой индекс массы тела, он как бы в пределах нормы, поэтому конкретную цифру не хочется назвать. Как твоя семья относится к твоему видеоблогингу? В той или иной интерпретации таких вопросов было очень много. Как относятся родители? Как относится муж? Этот вопрос задала Марина Борисова. Ралбек Айсин, Ася Туарка, Зене, кто-то с душой. Классный ник. Макс Макаров, Хава А, Аня Соколова, Слайми и Ирина Чапурова. Ну как, мои родители, естественно, знают, чем я занимаюсь. Папа относится к этому очень скептически. На Пасху, я не помню какой-то другой праздник, в общем, он пошутил, прислал мне по ватсапу такое коротенькое видео, где он тоже говорит шепотом и специально чавкает. Это было очень смешно. Мама меня поддерживает, смотрит все мои видео. Поскольку мы живем в разных странах, ну, ей как бы это приятно. Она говорит, я включу, поставлю, и как будто бы мы с тобой вместе пообедали. Ну, в общем. Муж у меня всячески поддерживает, вдохновляет, но видео мои не смотрит. Ну, вернее, смотрит, но до того момента, как я начинаю есть. Он вообще как бы не понимает этот формат. Но его, в принципе, как бы не все понимают. Вы же сами знаете, это специфический контент. Но поддерживает всячески и всегда-всегда читает комментарии. Вот это ему нравится, да. Следующий вопрос. Featured videos. В каком городе вы живете? Мы живем сейчас в Москве. Вообще, как бы, много где жила. Ну, не знаю, у меня есть в Москве. Третий. Brose Roma Play 228. Я хочу знать, за что ты любишь YouTube и нас. Как я могу вас не любить? Вы же мои лисята. YouTube за что люблю. Ну, за то, что это, в принципе, довольно свободная площадка. Где можно проявить себя. Выставить контент, который ты хочешь делать, да. Ну, если это будет в пределах ревного, разумеется. Разные фильмы. Если бы у вас были дети, то как бы вы их называли? Ну, могу сказать точно про женские имена. Мне очень нравится имя Ева и Алиса. Мужские, мы как бы договорились когда-то с мужем, что когда у нас будут дети, если это будет девочка, то я выбираю имя. А если мальчик, то он. Поэтому я как бы даже не заморачиваюсь на этот счет. И как-то мужские имена особо не задумывалась над этим. Мелон Шугар. Любишь ли ты читать? Если да, то какая книга твоя любимая? И что бы ты посоветовала почитать? Этот же вопрос задавала Мария Комарова и Безумная Укулеле. Тоже классный книг. Да, ребята, я безумно люблю читать. Я вообще сумасшедшая книга читей. За всю свою жизнь я уже, наверное, прочитала вагон и маленькую тележку книг. Причем я не делаю для себя различий в каких-то там особенных жанрах. Я не выделяю какой-то определенный жанр, который бы я только исключительно читала. Я читаю абсолютно все. Я люблю и классику, и какую-то сумасшедшую альтернативу типа Паланика. Я обожаю Стивена Кинга и прочитала, наверное, практически все его книги. Я могу почитать что-то лайтовое, вот под настроение, типа дневника Бриджи Джонс. Ну вот как-то так. У меня, знаете, такой, можно сказать, книжный меломан. Поэтому выделить какую-то свою одну любимую книгу, ну, мне сложно. У меня есть любимые писатели, но их тоже очень много. Поэтому я много читаю. Много есть у меня любимых книг. Так, какие жанры фильмов ты предпочитаешь? Какой твой любимый фильм? Это спрашивает Вероника Кобелева, Рита Акшенцева, или Акшенцева, простите, если неправильно. Печенька Орао, Андриана Голубка. Я очень люблю фильмы ужасов и ужасно их боюсь. Сама никогда такое не смотрю, если я одна. Если вот с кем-то, то да, могу посмотреть. Люблю очень триллеры, причем такие вот напряженные, знаете, чтобы до последнего момента было непонятно, в чем там фишечка. Ну, типа Остров проклятых с Леонардо Ди Каприо. Вот что-то такое мне нравится. Обожаю фильмы про маньяков, про всяких психов, типа Молчание и Ягнят. Кстати, очень люблю такое же направление литературу. Но и параллельно с этим я очень люблю советские фильмы, вот эти все добрые. Служебный роман, Любовь и голуби. Вот мы на выходных с мужем пересматривали служебный роман, просто потому что обожаем оба этот фильм. Хотя я видела его уже, наверное, миллиард раз. Очень люблю Тома Хэнкса и все фильмы с ним, Терминал. Кстати, офигительный фильм, кто не видел, посмотрите. Смотришь ли ты какие-нибудь сериалы? Айс Саша, Ольга Мурмен, Шуанна Кахииманова и Лиза Ка спросила, смотрела ли ты корейские сериалы. Нет, корейские сериалы я не смотрела, к сожалению. Вообще сериалы как бы, ну так, не то чтобы очень люблю. Мы посмотрели все сезоны Игры Престолов и обожаем этот сериал с мужем. И очень любим, ну несколько дурацкий, но смешной сериал реальные пацаны. Вот тоже действительно пересмотрели все сезоны и иногда можем там глянуть вечером для расслабления, для релакса. Очень много людей задали вопрос, есть ли у меня дети и планируем ли мы детей. Я перечислю всех, кто его задавал. Это Кейт Лов, Кейт Лов, Полина Ченякова, Вишенка Вишня, Мальвина Уркаева, Дарья Мозгунова, Аделя Борщ, Мадина Шейхова, Виктория Башмакова, Еа Еа, Сева Котков, Лиза 328, Леди Бум Класс, Дошкин 3 шестерки, Доскин 3 шестерки, Яна Воронина и Камаль Асадов. Детей у нас нет. Планируем ли мы? Ну в принципе да, планируем. Не то, что прям вот конкретно работаем над этим, скажем так, но в ближайшие там несколько лет, да, мы бы хотели. Вика Слайм, Полина Шуршева и Мари Фисента спрашивают, что из еды ты любишь больше всего? Ну если вы заметили, я вообще люблю еду. Честно, мне сложно выделить вот что-то прям такое одно конкретное, без чего я жить не могу. Я много чего люблю. Я люблю фастфуд. Всякие гамбургеры, пиццу. Японскую кухню люблю роллы. Люблю итальянскую кухню. Ну как бы реально очень много еды люблю, ребята. Лина Голд. Лисичка, немного странный вопрос, но ответь. Как ты считаешь, почему от твоих видео кто-то хочет спать, а кто-то покушать? Хороший вопрос. Ну, покушать, наверное, потому что вы смотрите, как я ем, и вполне логично, что вам тоже хочется. А насчет спать. АСМР, в принципе, как бы воздействует таким образом, что он успокаивает. Кого-то успокаивает шепот, кого-то звуки еды. Я просто сама такая. И, допустим, когда я ночую одна, если мужа нет, то есть он в командировке, мне страшно одной спать. Я включаю себе очень тихо. В каком-нибудь, я смотрю, видео именно вот с итингом, то есть с едой. Я засыпаю вот это. Но вполне как бы это нормально. Следующий вопрос. Настя Ней или Нау. Последняя книга, которую ты прочитала? Я буквально позавчера прочитала книгу, которая меня прям очень впечатлила. Называется «Любовь Гика». Автор Кэтрин Данн. Надеюсь, ли они не читали. Ребята, советую. Она, конечно, немножко безумная. Хотя как немножко. Она капец какая безумная. Но затягиваю все это, как в женстве. Мелисса, Нина 007, Хельга С. и Алтын Султан. В каких странах были? Ну и где я вообще путешествовала? Я на самом деле мало где была еще. Есть вот такое прям за границей, за границей. Наверное, нигде я не была. По России это Крым, Петербург, в Приморье. Мы жили с мужем под Владивостоком. Как бы там я поездила, много чего посмотрела. В Украине много чего посмотрела. Львов, Киев. И в Гагре мы ездили с мужем в Абхазию на медовый месяц. Поэтому, как видите, простор для посещения стран довольно большой. Айсэмар ченнел. Передай мне привет, пожалуйста. Меня зовут Ян Дон. Странно, и как-то Ян Дон, привет тебе. Почему ты такая красивая и прекрасная? Не знаю, так сложилось исторически. Кстати, ребята, были люди, которые просили просто передать привет без вопросов. Вот маленькая минутка приветов. Слайм Фу Ю, привет. Карина Джалалова, Дарья Мозгунова, Иван Чередарек. Иван Чередарек, витаю. Лера Миронова, Сайора Квин, Айс Саша. Ребята, вам всем привет. Арина Муковникова и Дарья Шайдулина. Девочки, всем привет. Следующий вопрос от Ася Шагуся. Мне интересно, как ты любишь проводить досуг? Похожие вопросы задал Мяубро и Лав Юоппа. Ну, я, как уже сказала, повторюсь, люблю очень читать. Люблю ходить в кино. Мы, в принципе, любим в кино ходить с мужем вдвоем. Романтика. Люблю прогулки на свежем воздухе. Кота люблю дразнить. Петь люблю очень, ребята. У нас из дома микрофон. Мы так прям любители поорать в караоке. Следующий вопрос. Кем работает твой муж и работаешь ли ты? Очень много людей хотят знать, работаю я или нет. Это Вера Кандлер. Вера Кандлер. Браун Хайш. Дарья Вакин. Расим Агаксанов. Лоли Аш и Витакотик. Я сейчас не работаю. У меня по специальности инженер АСУ. Автоматизированные системы управления. Сейчас она занимает должность начальника пусконаладочного отдела. Ну, в одной крупной компании. Настя Титова. Не хотели бы вы себе еще какого-нибудь питомца? Если да, то кого? Мы просто мечтаем о втором коте. Вот нам необходим второй котик. Мы сумасшедшие кошатники с мужем. Прям грезим вторым котиком. Та же девочка Настя Титова. Как отметили 18-летие. Господи, ребята. Это было так давно. Это как с друзьями мы были в клубе. Это было еще в Донецке. Ну, весело, в общем-то, весело. Как всегда весело. Если бы вы были вегетарианкой, снимали ли бы вы АСМР? Это тоже Настя Титова спрашивает. Да почему нет? На самом деле, довольно много есть всяких красивых вегетарианских блюд. Ну, просто я не отношусь к этому племену вегетарианцев. Но абсолютно без претензий к ним. То есть, это выбор каждого человека, я считаю. CCX Live VX. Тебе удобно кушать с маской? Да, ребята, удобно. Я к ней уже очень привыкла. Я практически не ощущаю ее на себе, когда я начинаю снимать видео. Она мне не мешает. Поэтому нормально. Руслан Варин. Привет. Привет. У меня такой вопрос. Кого ты сама смотришь из АСМР-ютуберов? И этот же вопрос задавала Ирина Пономарева. Я в предыдущем видео Ким Дэй уже рассказывала. Мне нравится, очень нравится Hungry Cakes. С нее и началось мое знакомство с АСМР-контентом именно в области итингов. Мне нравится САС. Еще там есть, наверное, штук пять девчонок, на кого я подписана, и кого я регулярно смотрю. У меня, по-моему, не скрыты подписки. То есть, вы можете посмотреть, на какие каналы я подписана. Вот это те люди, кого я смотрю. Стеснительно ли тебе кушать на камеру? Эллоуина АСМР спрашивает. Ну, первые разы было довольно-таки странно, потому что... Ну, я понимаю, как это выглядит со стороны. Стоит на штативе камера, и я такая сижу, ем перед этой камерой, и что-то там шепотом в микрофон наговариваю. Ну, как бы, да, это весьма такая странная штука. Мила, иди. Ответь, пожалуйста, на вопрос, сколько лет у тебя была первая любовь? Нежный вопрос. Сколько мне было лет? Пятнадцать. Да, пятнадцать лет мне было. Была у меня великая любовь, которая длилась, наверное, лет до семнадцати, даже восемнадцати. Он был такой неформальный мальчик. Насколько я знаю, на сегодняшний день он, по-моему, весь уже забит татуировками. Но когда мы встречались, он только начинал это делать. Ну, это была, да, первая любовь. Татьяна Коршун и Адель Ли задавали этот вопрос. Было ли желание сделать татуировку? У меня есть татуировка. Вот как раз в память о том первом мальчишке, о моей первой любви. У меня небольшая татуировка в виде божьей коровки цветной на левой ступне возле пальчиков. Какое платье у тебя было на выпускном? Это тоже Татьяна Коршун спрашивает. Я тогда уже, хотя это было, как бы, ну, довольно-таки тоже давно. Но я тогда уже приходила в ужас от вот этих громадных, знаете, подъюбников, вот эти вот кольца, платья такие а-ля бабы на чайнике. Короче, я ни в коем случае себе такое не хотела, поэтому у меня было просто такое коктейльное платье из голубого шелка, очень красивое. Ну, такое, ничего лишнего, знаете. Кстати говоря, я на свадьбе у меня тоже была без вот этих сумасшедших колец. Просто длинная со шлейфом белое платье. 987 Ная, Степан Лаптев, Линас Блок, Элизабет Колесникова и Эксперт 1. Интересуется, кто я по образованию? Я финансист, я закончила магистратуру, экономический факультет, технический вуз, еще в Донецке. Пинки Пай, Пинки Пай говорит, что ее зовут Люся. Привет, Люся. Как ты реагируешь на негативные комменты? Очень терпимо, ребята, на самом деле. Ну, если только это не какие-то уже конкретные оскорбления, такое я просто удаляю, и слава богу, на ютубе есть волшебная кнопочка заблокировать. Ну, и для меня это как бы грязь, и мне не хочется. Просто канал это в какой-то степени мое тоже пространство личное. Ну, не хочу, чтобы тут была эта грязь. А так, в принципе, на негативные комменты я абсолютно спокойно реагирую. Будешь ли ты делать плейлист, где будешь читать? Читать. Асмр на видео. У меня было, кстати, одно такое видео, где я читала шепотом. Но для этого нужно открывать второй канал, а я пока как-то не готова уделять силы и время чему-то еще, кроме вот этого канала. Разможное в будущем, не знаю. Джаст Моника. Всегда хотела спросить, сколько времени проходит с того момента, как ты снимаешь видео, и до того, как мы его видим. Когда как, ребята? На самом деле, ну, первые самые разы, когда я снимала, это мне было все в новинку, было сложно, пока я вообще сообразила, как это все выстраивать в кадре. Сейчас, в принципе, обычное стандартное видео, съемка у меня занимает, ну, там где-то 20 минут, да. Ну, это если без готовки. И на монтаж уходит тоже, ну, не больше получаса. Исключение составляет вот это видео с близняшками, которое я сделала на 10 тысяч, типа, праздничное. О, вот это было вообще... Я начала его снимать в пол первого дня и закончила где-то в начале первого ночи. У меня не получалось выставить свет, мне не хватает просто профессионального освещения. Я дико бесилась, у меня ничего не выходило. Вот виден был сильно этот переход между кадрами, потом этот монтаж. О, это было целое дело. Так, в принципе, ну, как бы не так много. И, как правило, в тот же день, в который я снимаю, я выкладываю сразу вечером это видео. В какой программе ты монтируешь? Богдана Сидорук и Хей Борн спрашивают. Видео с близняшками я делала в Егаси Про, потому что это можно сделать только там. Но он мне не очень нравится, он как бы не очень для меня удобный. Вообще, я привыкла, и все видео остальные монтирую в видеопаде. Видеопад называется. Программка рекомендую мне, она прям заходит совершенно отлично. Полина Санникова. Если бы тебе сказали, что ты можешь поехать куда угодно, то куда бы ты поехала? Ну, не буду банально называть какую-то определенную страну. Я бы так вам сказала. Если бы можно было прям вообще куда-куда угодно, то я бы лучше полетела в Космос. Я знаю, что есть такие, типа, экскурсионные туры. И мне это вот прям безумно интересно. Вот это я бы хотела больше всего. Тоже очень много людей всегда задавали мне этот вопрос раньше и задали вот под тем видео, где я просила писать вопросы для Q&A, и как я поддерживаю свою фигуру. Это Елена Иванова спрашивает. Дарья Двенадцать, Георгий Мануйлов, Катерина Залевская, Волшебный Кулич. Тоже классный лик. Лёлька Ахаха Чикен, Виктория Графская, Елена Липатова. Никакого волшебного зелья или волшебной таблетки у меня нет. Я не скажу, что у меня прям какая-то идеальная фигура, и что я там сильно худая, допустим. Я как бы обычная, я сам говорю, такое самое среднее, скажем так, целосложение. Я просто устраиваю разгрузочные дни, вот никогда не снимаю видео, и занимаюсь спортом, стараюсь больше двигаться. До переезда сюда мы ходили с мужем регулярно в спортзал. Тут ещё как бы не обжились, пока не записались ни в какой фитнес-клуб, поэтому я просто дома кручу велотренер. И стараюсь побольше ходить пешком. Так, Алёна Шурыгина, передай, пожалуйста, привет. Привет тебе, Алёна Шурыгина. Есть ли у тебя родные братья или сёстры? И такой же вопрос задавал ещё из каменных джунглей. Нет, я одна в семье. У меня есть только двоюродные братья и сёстры, а родных нет. Ну, на самом деле, поскольку муж работает, а я сейчас нет, то все свои видео преимущественно я снимаю, естественно, по будням в середине дня, когда он на работе. Если это на выходные, то нет, конечно, он не против, ребята. Это занимает всего 20 минут, и абсолютно нормально он к этому относится. Так, следующий вопрос тоже очень много людей задали. Честно говоря, ребят, пока я себя не вижу ни в каком другом направлении. Возможно, в дальнейшем мне что-то вот прям выстрелит, и я придумаю, ага, вот не хочу больше снимать ASMR, хочу вот что-то другое. Но на данный момент меня пока ещё очень-очень увлекает именно вот этот процесс. Оролым Тимирханова. Ты творческий человек? Да, в принципе, я себя отношу к творческим людям. Ну, не скажу, что я там прям что-то умею. Но я довольно неплохо пишу, и сейчас даже в субботное время от съёмки видео, поскольку я не работаю, я подрабатываю копирайтингом, то есть копирайтингом и авторским написанием статей для различных интернет-порталов. Плюс пою неплохо и петь люблю. Ну, как-то так. Да и вообще, в принципе, мне кажется, нетворческий человек не мог бы прийти к вот такому формату видеодеятельности, как ASMR-сидовой. Так, следующий вопрос от Аляшки27. Каких видеоблогеров ты смотришь? Вы знаете, кроме вот ASMR-сидов, я больше даже не подписана ни на кого. То есть нет такого, чтобы я за каким-то каналом там прям так пристально следила. Я могу перестать ленту, я в основном в Ютубе. Ну, там где, знаете, раздел самые популярные видео. А так сказать, чтобы кого-то ещё прям так мониторила, нет такого. Вика Черномурова. Как давно ты создала канал на Ютубе? Канал открыт был, по-моему, 28 сентября. Но самое первое видео я сгрузила в середине ноября прошлого года. Ну, то есть уже около пяти месяцев, где-то так, я занимаюсь этим делом. Очень много людей задало следующий вопрос. Что тебя побудило стать блогером и в таком вот специфическом формате видео? То есть почему я снимаю именно итинги? Почему я... Вообще, как я к этому пришла? Это спрашивала Золотая88, Кактус Дарк, Почему я пришла именно к вот этому формату? И почему я вообще начала это снимать? Я сама смотрела такие видео и продолжаю смотреть. Но именно на русскоязычном Ютубе Ну, такого ASMR рейтингов на русском языке, их очень мало, ребят. В основном это макбанги, Когда люди говорят в полный голос и едят. А вот так, чтобы шепотом, Ну, их практически не было. Поэтому я в какой-то определенный момент подумала, Хм, а почему бы мне самой это не снять? Ну, вот, собственно, так я к этому и пришла. АЛ Есть ли блюдо, которое ты не переносишь? Есть. Это... А, и, кстати, такой же вопрос задавала еще Эрседмила Кипкеева. Есть. Это окрошка. Вот вообще ни в каком виде я не могу ее есть. Я когда на нее смотрю, Мне кажется, что это уже кто-то ел. Ну, короче, ва, окрошка никогда. И второй вопрос от АЛ. Когда планируешь встретиться с родными на Украине? Я ездила к ним в феврале. Даже снимала видео у них на кухне одно. С варениками. Теперь они должны ко мне приехать. Я думаю, где-то к концу мая, к июню. Жду ее гостя. Аврора Киви. Хотите ли вы переехать? Нет, мы не планируем приезжать. Будем жить пока здесь. Более того, планируем тут как бы укорениться. Еще она спрашивает, будешь ли ты снимать влоги. Он за вопрос задавал кабачок от Гучи. Алиса и Лариса ТВ, Лунтик, Мисс Кис и Ирина Стайлз. А Аврора Киви, кстати, это принцесса Воронцова из Белгорода. Привет, тебя принцесса. Значит, влогов? Не знаю, ребята. Я же говорю вам, я как-то себя пока в этом не вижу. Возможно, со временем я к этому приду. Пока нет, не планирую. Акира Вика Ким из-за Хоши. Как ты научилась так вкусно готовить или от кого? Да не знаю, ребята. Это как-то оно само получилось. Ну, что-то, конечно, от мамы, что-то от бабушки. Но вообще я где-то в 22-23 года я переехала от родителей уже жить отдельно. Это было еще в Донецке. Ну, и как-то сама потихонечку вот это все. Есть какие-то там, допустим, экспериментальные блюда, которые я делаю впервые. Там те же панкейки. Да никто меня не учил. Я просто залезла в интернет, посмотрела рецепт. А я сделала. Как-то так. Дмитрий Лебедев. Есть ли ты в соцсетях? Да, конечно. Я есть на Фейсбуке, ВКонтакте. Стримки в Инстаграм я завела только для канала. То есть я там тоже в маске. И укладываю там обзорные краткие ролики по своим новым видео. Ну, по понятным причинам я не показываю вам свои страницы на Фейсбуке и ВКонтакте, потому что я там под настоящим именем, с фотографиями и, в общем, со всей такой информацией. Мария Томанон. Бывало ли такое, что перед началом съемки видео вы забывали надеть маску и вспоминали о ней в самый последний момент? Или вы совсем-совсем заранее ее надеваете? Нет, такого никогда не было. На самом деле, я когда начинаю снимать, вот когда уже тут разложила всю эту еду красивую, одела маску, я сначала делаю пробный краткий ролик, смотрю, как я в кадре, там ли не надо ли приблизить, удалить и все такое прочее. И потом вот уже начинаю снимать непосредственно сам ролик. Ни разу не было такого, чтобы я забыла надеть маску. Шалпан Ахметова, Хания Ахабибулина, Юлия Данская, Дэм, три шестерки и ККККК. Короче, три буквы К подряд. Хотели бы спросить, когда вы все эти вкусняшки готовите и кушаете, оставляете ли вы их своему мужу? Кстати, много людей реально заморачиваются этим вопросом, что есть мой муж, не страдает ли он от того, что я все ем сама. Ну, во-первых, ему реально много чего, когда остается. потому что, ну, я, вы же видите, сами не всегда съедаю всю еду. То есть вот зачастую, во-первых, её много остаётся и за кадром, то есть не всё попадает в кадр, и, в принципе, я тоже не всё доедаю. Если я ем что-то такое, что я доедаю до конца, ну, что поделаешь, ничего страшного. Муж у меня едой не обделён, не переживайте ни в коем случае, я всегда ему готовлю, кормлю его, в общем, он не страдает без еды. Так, следующий вопрос от Дарьи, но его в похожей же интерпретации задавала Шарбану Карбозова, Кейт Флегрейт, Виктория Крэузер и Филя Аглы. Как ты училась в школе, на какие оценки? Я хорошо училась в школе, я закончила её золотой медалью, ну, то есть, соответственно, на пятёрке. Ну, тогда это уже было 12-ти балльная система, то есть на десятки, одиннадцатки. Какой был любимый предмет? Я обожала русскую литературу и русский язык. Ну, экономику, в принципе, мне нравилась экономика. Какой предмет был нелюбимым? О, это 100% физика и химия, вот я вообще плавала в этом, ребята. Я не знаю, каким чудом я умудрилась издать это всё на хорошие оценки, потому что, ну, я учила, конечно, я там писала все эти контрольные, но я вот, вот сейчас я спросить меня что-то, я вообще ничего не расскажу по этой теме. И слава богу, я считаю. Передай мне, пожалуйста, привет. Это Дарья просит. Привет тебе, Дарья. Так, сколько хочешь детей? Камила Нафикова, Таня Аэс и Фариде Суфьянов этот вопрос задали. Одного. Больше не хочу, честно. Причём, вы знаете, у меня сначала муж говорил, что он хочет двоих детей, а потом там насмотрелся на одного знакомого, у которого двое погодков, и говорит, ты знаешь, я тут подумал, наверное, короче, одного ума ребёнка, да? Вот зачем он два? Это такая морока. Я говорю, ну да. Так что пока одного, а там как бы посмотрим. Slime4u спрашивает. Вопрос. Арбуз или малина, осьминог или креветки? Я так понимаю, я должна выбрать или то, или то, да? Арбуз или малина, однозначно арбуз. Я обожаю арбузы, боже, скорее бы они появились. Мы обязательно задаваться с вами в видео с арбузом. И вообще арбуз one love. И осьминог или креветки? Не люблю я осьминогов, ребята. Вот что-то как-то они мне вообще не заходят, поэтому однозначно креветки. Аяулым Шалабаева. Будут ли на твоём канале видео СМР-формата, где ты кушаешь иностранную еду? Например, еду из Казахстана, Кореи, Украины. У меня уже были вареники. Это вполне себе такое украинское блюдо. Борщ. Ну, борщ он вообще интернациональный. Да, я стараюсь, как бы, ребята, разнообразить диапазон еды, которую я ем. Поэтому да, да, я планирую много чего ещё снимать. Елена Виноградова, поторопись-пись, Алена Н. На какую камеру снимаешь и какой у меня микрофон? Я снимаю на Canon EOS 100D. Микрофон для меня BOYA BY M1. Микрофон-петличка. Ну, вы, наверное, все его видели уже. Конечно, я мечтаю о микрофоне покруче, но пока маемо шо маемо. Наталья Тян. Изменилась ли ваша жизнь после создания канала? Да нет, как бы, не изменилась. Ну, кроме того, что я теперь там энное количество времени трачу на съёмки видео, на монтаж и потом на общение с подписчиками в комментах, так как бы ничего особо не поменялось у меня. Было ли такое, что вас узнавали на улице а-ля Одли? Задают этот вопрос. Нет, конечно, нет, ребята. Господи, у меня всего 10 тысяч человек на канале. Это не так много, во-первых. Во-вторых, ну вот мне многие пишут, что моя маска якобы ничего не закрывает. Вам так кажется? Если я её сниму, поверьте, ну, немногие, если вы так, не так скажу, если вы увидите где-то, допустим, моё фото без маски, ну, навряд ли вы поймёте, что это лиса. Вот как-то так. София Гришина. Какая для тебя мечта на данный момент? Да много я о чём мечтаю. Я уже в предыдущем видео отвечала на этот вопрос. Мне действительно всё хочется. Мне хочется путешествовать. Мне хочется полетать на воздушном шаре. Мне бы хотелось родить дочку или сына. Хотелось бы выучить итальянский язык. Да реально, много чего прям хочется. А парашютом ещё прыгнуть я очень хочу. То есть какой-то такой конкретной прям одной цели, вот, к которой я иду и не вижу препятствий. Нет, у меня просто много всяких маленьких таких целей, которые я постепенно для себя реализую. Ты очень красивая. Это тоже София Гришина пишет. Хочешь ли в дальнейшем снимать видео на этот канал без маски? Нет. Спасибо за красивую, но снимать маску я не планирую, ребята. Скажу честно сразу. Возможно, когда-нибудь потом. Но на данный момент нет. Так, у меня уже картошка, наверное, вся остыла. Хит Гелл. Спрашивает, нравится ли мне жить в Москве. Ну, в принципе, да. Я довольно долгое время прожила в Киеве. И мне нравятся вообще большие мегаполисы. Ну, то есть вот это вот цвета, когда много людей. Бывают дни, когда это бесит. Но в подавляющей своем большинстве мне, в принципе, это нравится. Арина Королёва. С каким ты настроением снимаешь видео? И второй вопрос от неё. Всегда ли ты голодная, когда снимаешь? Да, поскольку это не какой-то там, знаете, не какая-то обязаловка, то если у меня плохое настроение, я просто не буду снимать. Я перенесу это на следующий день, и никто меня за это не убьёт, правильно? Лучше я буду в хорошем настроении улыбаться вам. Некоторых бесить своей постоянной улыбкой. Чем буду сидеть с мордой, как у кирпича, вот такой вот, и меланхолично жевать. Ну, это же чёрт-те что получится. Всегда ли я голодная, когда снимаю? Да, всегда, потому что я знаю, что мне придётся съесть, как бы, довольно большое количество еды. И, как правило, я снимаю днём или ближе к вечеру. То есть я перед этим не завтракаю, ничего, в принципе, не ем. Ну, и к тому моменту, как уже сажусь снимать, я довольно голодна. Ирина Соросика. На кого ты внешне похожа, на маму или на папу? Сто процентов на папу, я прям копия папа. Нет, пока такого желания не возникало. То есть пока я полна энтузиазма, мне хочется продолжать и не думаю даже об этом. Ты всегда для нас будешь оставаться лисой или когда-нибудь снимешь маску? Ну, про маску уже сказала. И скажешь своё настоящее имя. Ребята, ну далось ли вам это имя, ну честное слово? Не знаю, мне кажется, наоборот, вот прикольно, когда есть какая-то небольшая интрига. То есть я для вас просто безумянная лиса в маске. И, ну, мне кажется, это здорово. У тебя как будто создаёт атмосферу тайны. Не хочу называть обычное своё настоящее имя, но самое обычное. Алина Ким и Даша Куки. Сидите ли вы на диете? Сидела ли вообще когда-нибудь на каких-то диетах? И какая это диета, если я сидела? Нет, я не сижу ни на какой диете. Понятно, там, по-моему, в 10 лет, в студенческие годы. Я пробовала там всякие бессолевые, один день кефир, два дня яблоки. Ну, короче, такое, чертю что. Нет, сейчас я просто пришла к тому, что никогда я не снимаю. Ну, просто пытаюсь правильно, ем здоровую еду в небольших количествах. Маленькими порциями, но часто. Наталья Чугунова. Чем занималась в детстве? Такой же вопрос задавала Деяра Абдебекова. Занималась лепением, танцами, рисованием, другими кружками. Я занималась довольно долгое время волейболом. Ну, поскольку я довольно высокая девочка, у меня первый юношеский разряд был по волейболу. А потом я получила травму спины и ушла в модельную школу. Потому что с таким ростом либо волейбол, баскетбол, либо в модели. Когда я училась в институте, подрабатывала какое-то время. То есть там на показах, на всяких фотосещах. Сейчас уже старая. А, нет, еще Наталья Чугунова спрашивает, сколько лет я состою в браке. Первый год. Мы в прошлом летом поженились, 8 июля. Так что еще даже года нет. Соня Кэт. Какой у вас знак зодиака? Я весы. В конце сентября у меня день рождения. И сколько вы хотите подписчиков на своем канале? Такой же вопрос задавала еще Стася. Да чем больше, тем лучше, ребята. Никакой верхней планки у меня нет. Сколько наберется, столько и хорошо. Нас Ким. Выбирайте, что есть вам в следующих видео сами. Или любите вдохновляться от кого-то? Такой же вопрос задавала Мэд Амиля. И ниже нуля. Зачастую выбираю сама. Но вы помните, как вы помните, я иногда спрашиваю вас. Напишите мне под этим видео в комментариях, что бы вы хотели еще увидеть. И бывает, что прям действительно классные идеи пишут, которые я потом использую. Вы, наверное, обратили на это внимание. Когда вы готовите себе поесть, для вас главное вид или вкус? Это тоже нас Ким спрашивает. Да все в комплексе. Если мне не вкусно, я не смогу это у вас много съесть. Если это будет некрасиво, но это будет неинтересно смотреть. Так что тут надо соблюдать баланс. Патимат Магомедова, Валерия Кам и Лейла Лейла. Расскажите, как вы с вашим мужем встретились и где вы вообще встретились до свадьбы? Мой муж тоже из Донецка. Мы знакомы были очень-очень давно. Еще там с институтских времен. Но тогда у нас как-то любовь не сложилась. А потом, по стечению времени, когда мы уже оба были довольно взрослые, мы еще раз встретились. И вот как-то так у нас все закрутилось. Бывает такое, ребята, бывает. Лера Мэй. Как думаешь, сколько лет будешь вести канал? Честно говоря, не знаю. Пока идет, как идет. Там посмотрим. Ну, понятно, что там лет 50 уже, наверное, не буду. Не знаю, ребята, как получится. И твой главный страх. Ну, если есть чего-то такого глобального, что действительно страшно для всех, мне кажется, то, конечно, это страх за своих близких. Я очень боюсь кого-то из них потерять или страх о том, что с ними что-то случится. А если есть такого лайтовенького, то, ну, вы все, наверное, знаете, я безумно боюсь темноты. Вот прям это какой-то детский страх непреодолимый, который я не могу никак в себе побороть. Так, следующий вопрос. Юлия Кучер. Вам не тяжело после такого количества еды? Да, бывает тяжко, честно скажу. И бывает такое, что я вот отсниму ролик, и прежде чем там садиться его монтировать, я просто иду куда-нибудь вот там или прогуляться, или в магазин, вот чтобы, знаете, пройти, выходить это количество еды, которое я сейчас только что в себя запихала. Кис-кис. Я, конечно, понимаю, что это хождение по тонкому льду, но все-таки интересно узнать твои мысли насчет таких тем, как феминизм, ЛГБТ и религия. Отвечать или нет тебе решать. Глобальные такие темы, на самом деле. Ну, по порядку, да. Что касается феминизма, я противник любых крайностей. То есть вот этот вот радикальный феминизм там крайний, да, когда женщины прям с плакатами выходят и набрасываются на всех мужчин там с криками, когда их просто спрашивают, который час. Ну, бывает такое, правда. К этому я негативно отношусь. Но и также я противник там насаждения этого патриархата, когда вот мужик типа как он стукнет кулаком по столу и скажет, так и будет. Нет, я считаю, что за какое-то разумное равноправие в семье два полноценных человека взрослых, они должны как бы сообща принимать решение, и тогда это будет гармония. Ну, понятно, что есть какие-то социальные роли гендерные, да, от которых мы никуда не уйдем. Если мужчина-защитник, то мужчина-защитник. И если женщина-хранительница очага, то это нормально, что ты там по большому счету больше следишь за порядком томе. То есть как-то так. Жизнь, она не состоит из каких-то крайностей, да. Всегда нужно находить полутона и вот балансировать, стараться прийти к этой гармонии. Поэтому к феминизму как бы я отношусь как-то с опаской, особенно если это радикальный феминизм. ЛГБТ. Ой, это вообще такая как бы тема. Я очень толерантна ко всем меньшинствам. В том плане, что пока люди не выносят это на всеобщее обозрение, не делают из этого какую-то пропаганду, не пропагандируют, короче говоря, свои взгляды, не насаждают это детям и неокрепшим юношеским умам. Окей. То есть это личное дело каждого, с кем ему спать, где, сколько и когда. Просто не нужно делать из этого какой-то вот, заострять на это внимание, скажем так. И религия. Я окрещённая христианка, но я не могу сказать, что у меня какие-то однозначные отношения к этому. Я не хожу в церковь, там прям так часто, не соблюдаю пост, не держу вот эти все там правила церковные. Не знаю, я как-то, видимо, ещё не пришла к этому. Я верю в то, что там есть наверху какой-то высший разум, но тот ли это Бог, о котором говорится в Библии или в Коране, или ещё где-то. То есть, ну, это для меня пока такой неоднозначный вопрос. Я ещё не решила окончательно, как я к этому отношусь. Что вы любите больше всего, Макдональдс или KFC? Макдональдс, моя любовь на все времена. Хотя KFC тоже мне нравится. Но если уже прямо выбирать, то Макдональдс. Манго, танго и бэйби гёлл. Какие языки ты знаешь и какие бы хотела выучить? Я знаю неплохо английский. Я учила в школе французский. Но по-французски я могу сказать только, как меня зовут, сколько мне лет, и что у меня всё в порядке. И спросить, как дела. А я бы хотела, очень хотела бы выучить итальянский. Ася Байрамова. Спрашивает, какую музыку ты предпочитаешь? Я вообще такой же, как миломан книга чтей, так же и по музыке я миломан. В моём плейлисте, если туда заглянуть, можно увидеть просто какую-то адскую, дьявольскую смесь из украинских народных песен, Evanescence, Pink, Григория Лепса и чего-то ещё. Я не могу сказать, что мне конкретно какой-то исполнитель прям нравится от и до. Есть там по несколько песен у многих, которые я люблю. Поэтому всё, короче, слушаю по настроению. Также Ася Байрамова спрашивает, сладкая или солёная. Не знаю, я и ту, и ту люблю. Не могу так выбрать. Были ли у тебя ещё домашние питомцы, помимо Антоши? Да, у меня был кот, которого звали Босс. Он был шикарный. Весил около 9 килограмм. Такая вот шайба. Он был очень крутой. Прожил 20 лет. Папа его взял, когда мне было 5. То есть я с ним выросла. Но, к сожалению, уже его нет с нами. Но я о нём всегда помню. Что ты думаешь насчёт мукбангов? Будешь ли ты их снимать? Это было бы интересно. Это тоже Ася спрашивает. Не знаю. Я подумывала уже о том, чтобы разбавить свой СМР на канале каким-то количеством мукбангов. Поэтому, возможно, да. Ну и Зан Карбеков. Кайрбеков. Лиса, передай мне привет. Привет тебе, Нуржан. Нуржан или Нурзан. Прости, если я неправильно сказала. Почему ты такая милая? Не знаю. Так получилось. Анастасия Хайвей. Есть ли любимый писатель? Ну, уже ответила, что много их у меня. Кем хотела стать в детстве? И такой же вопрос задавала Катрин Тамбовцева. Я очень хотела быть актрисой. Причём не только в детстве. Вообще потом, когда заканчивала школу. Но папа мне сказал, дочь, какое я театральное? Тулидовая на экономический, не выдумывай. Ну, вот как-то так получилось. Маша Мари. Какой ты национальности? Я украинка. Рита Шубарина. Приветик. Мой вопрос такой. Будешь ли ты менять маску на другую? Интересно было бы посмотреть на тебя в разных. А то это уже поднадоело. Не знаю, почему вы так к ней относитесь, к моей маске. Я её очень люблю лично. Это маска лисы. Она мне нравится. Тут усишки, носик и всё такое. Круто маска. У нас Ли. Лиса, любишь ли ты готовить? И тот же вопрос задавал дед в кедах. Люблю. Люблю, причём под настроение могу заморочиться с чем-нибудь таким прям сложным. То есть там Наполеон испечь. Или ещё что-нибудь такое. Лазанью очень люблю готовить. Но это когда я хочу впечатление на кого-нибудь произвести. Когда у вас будут дети, ты больше не будешь снимать ASMR? И такой же вопрос задавала TD только насчёт беременности. Типа, когда я буду беременна, буду ли я снимать? Ну, буду, наверное. Почему нет? Единственное, что, наверное, немножко поменяется рацион. Вот так. В чём не развлечение? Way to the stars horse. Как у тебя получается, так аккуратно есть. Разве аккуратно? Не знаю, мне кажется, я обычно как хрюшка всё роняю. Рита Лайм. Передай мне привет. Привет тебе, Рита. Все ли твои друзья знают, что у тебя есть канал? Да никто почти не знает на самом деле. Я не рассказывала об этом большому количеству человек. не делала, допустим, ссылку в своих соцсетях на свой канал. То есть, наоборот, я как бы не стремлюсь, чтобы об этом все узнали. Ну, не все это поймут, на самом деле, ребят. Привет. Продолжение следует...